Ренегаты и еретики Всякие маргиналы Зачем их собирать? Если вы любите конверсить, красить, лепить сами, то эта армия специально для вас Тут море моделей Вы можете свое искусство покрасить, совершенствовать сколько угодно Красить тридцатки ренегатов Каждый разный Каждый свой характер Наслаждаться этим Все же любят разное Если у вас там Ну короче сами модели Вот даже оригинальные Если мы смотрим форджовый Форджовый сайт Там есть ренегаты И модели там прикольные Ну эти апгрейдки Но так вот если подумать Тысячу за апгрейдки Две тысячи за пачку гэшников Три тысячи рублей это там заплатил получается А стоит отряд 300 очков И тут не знаю если вот вы конечно миллионер там у вас нефтяные вышки то вы конечно можете спонсировать эту компанию и это отлично но простые люди обычно пользуются услугами Альтернативных Местного розлива Аж в производстве Ну или что-то свое там купить Да ну или можно своего там на конверте Можно покупать миниатюру практически отовсюду То есть как выглядит ренегат Кто знает как он выглядит Он может быть там как эгэшник вообще выглядит Ну то есть Абсолютная свобода в том что собирает Хаос это же свобода Вот свободный кодекс И если Ну главный плюс Наверное этой армии Если смотреть в плане именно игры То что это единственный Наш нормальный Battle Brothers Для ХСМ Некие манерные демоны Которые Ой этим я не хочу джониться Ой-ой-ой Что такое Они вот готовы ходить просто С твоим Азараном спавнов Раздавать им шестой ФНФП Раздавать им там не знаю Ревералл на Туун В общем много интересного Именно в плане синергии Может оказаться правильно Да и Нет конечно такого что Ой у меня там четвертый инвурс с ревералл Такую известную нам армию Но все равно есть очень достойные комбинации Ну специальные правила такие Это абсолютно немного Даже в Wargear по сути нет никакого Все Ну множество моделей здесь Имеет правило Uncertain Wars Не знаю как это переводится Ну короче Смысл в том что у них рандомный ледак Типа вы не знаете При началом игры Какие там проверенные Там ветераны у вас Или какие-то трусливые псы Которые только хотят И убежать В игры возможности Поэтому ледак у них Не какой-то там фиксированный А 4 плюс D6 При первом Тест на лидерство Вы его накидываете себе Это абсолютно не является проблемой Потому что Тут просто миллион способов Как от этого избавиться Можно докупать Например Хаос Сигиль Который позволяет Игнорировать первый Мораль чек Или пинг чек Ну за этот Тюрм Тут Да Игровой получается То есть там Как бы их обычно Не так много заводят Что там Давай занеси ко мне парочку Я тогда подумаю Почешу Да Можно докупать им Там Вокс кастеры Чтобы реролить И этот ледак Можно докупать им Инфорсеров Но На самом деле Вот Сигиль Обычно Его абсолютно хватает Потому что Дешевые Они дешевые Просто как грязь У вас там Мораль одна пачка Еще 5 Будет Вас это не особо Должно волновать А можно Каких-то наших пацанов Честных С фирлесом поставить Апостол В 6 дюймах Фирлес Для чего он Нет Он у нас в 10 А ну 10 ледак Для ренегатов Кстати По поводу Супер Хэви Бейнблейд У ренегатов Он всем В 12 дюймах Раздает Зилот То есть Ренегаты Внезапно Фирлесный И с рерлоном Тухи Такие уже Опасные Сынственные Самое Интересное Это Мы начинаем Кроем Хакфу Давай скажем Что вообще По В базе Это Ну как Имперцы Астромилитаром Только как бы Наш С какими-то Особыми правилами Со вторым Бабаристиком Ну его можно Докупать Да его можно Типа сделать То есть опять же Слободой Вы можете купить Апостол Ну Дешевые Дешевые пацаны Дешевое мясо Которое можно Там даже Есть аналог Ченкова Как я понял Да Это как раз Следующая Вайп Линия Ну про триты Или про хакфу Ты говорил Что там Каких прикольных Героев Можно Девоушен В общем Отряд Который Возьмете 100% В любую Сфармию Это Ренегат Хомансквад Потому что Он один плюс Его не взять Не может Стоит 45 очков В базе И у него Четыре бомжа С Третьим Вейсом И четвертым Борисом Кстати Неплохо Потом Победу Почему И Демагог С тремя Вундами Ну Тоже Такой Игэрчный Командир По сути Ну ничего Из себя Не представляет Такого Ни в хтх Можно Купить Сюда Ласку За 65 Очков С лаской Стреляют Особо Ну Их еще Открыть Нельзя Но Демагог Является Индепендент Чарактером И Может Жениться К кому Угодно Хоть К спанам Хоть К хсм Хоть К ренегат И Вы должны Докупить Ну Да Должны Докупить Один Девошен Тут Самый Дорогой Это Сделать Его Псайкером За 35 Очков И Он Генерирует Из Демонологии Биомансии Парамансии Телекин Какой-нибудь Или Гейт Ну За 25 Очков Можно Делать Ещё Одним Проблема В том Что Он Дорогой Получается Для своих Очков И умирает От чьих Любого И Кроме Того Как Переводить Псайкеров Из Хаку В Элиту Он Ничего Не Может Ну Псайкеры Очень Средний Отряд Девошен Такие Апгрейды Которые Из Вашего Героя Делают Какого-то Более Конкретного Героя Да И Влияют На всю Армию Мутант Самый Дешёвый Грейд Это Просто Три Этих Три Броска Там Под Облички Ну Там Тафна Можно Кстати Ему Потерять Иню Или Атаку И Также Вот Что Он Позволяет Взять Один Юнит Спавнов Ренегатских Они Отличаются От Хрисанских Немного Потом Расскажем Чем Мастер Овзэ Хорд Ченков Как раз Тот Самый За 20 Очков Он Позволяет Брать В ренегат Платун Не 20 Моделей В отряд Один А 30 Но Ты обязан Взять Два Таких Платуна И Брать Их Только По 30 То есть Не Можешь Взять 20 Все Будет По 30 И На 5 Плюс Убитый Отряд Воскрешает С Края стола У тебя Выходит Новый Такой же Ну Типа Если играть Таких Волн Мяса А это Можно Делать Играя По этому Кодексу То Вполне Себе Ну Это То Что Стоит Очень Дорого По Деньгам Получается Ну Да И По Времени Революционер Это Такой Парень Который Раздает Просто Зелот И Дозволяет Брать 10 Инфорсеров Типа Аналог Комиссара По сути Ну Инфорсеры Нам не особо Нужны А Вот Зелот И Бесплатная Метка Хаоса Вполне Прогодятся За 25 Очков Один Из Лучших Выборов На мой Геретик Магус Он Дает Получать Себе Третий Сейв Отличный Плюс Один Ктофня Фил Ну Пэйн Может Брать Дефайлеров И Дефайлеров Все Полез Даже Чем И За 10 Очков Докупать Отрядом Ну В основном Обычный Трубс Этот Фил Пэйн 6 Плюс Там Список Есть Вы видите На экране Сейчас Всякие Пацаны Если вы Не играли Ни разу То Название Вам Ничего Не Говорят Но Смысл Как бы В чем Все Апгрейды Практически Они Идут За Отряд То есть Там Что 10 У тебя Модели Что 30 Что Одинаково Это Опять же Стимулирует Большие Пачки Платить Больше Ривер Это Последний Апгрейд Который Можно Взять За 20 Очков Это Типа Предатель Именно Такой Гвардеец Позволяет Ему Брать Ветеранов Обычные Кенигазские Ветераны Позволяет За 15 Очков Апгрейдить Кринадеров С Ходшот Ласган Ходшот Все Там Все Мары Плейлис Да Которых Много Не знаю Ну И Четвертый Армор Пятый Армор Может Докупать Так Пятого Армора Вы Не Увидите Здесь Слишком Провазит Армор Везде Если Вообще Есть Ну То Есть Выбирая Одну Из Этих Фишечек Вы Сразу Себе Армор То Серьезно Подойти К Выбору Потому Что Сильно Повлияет На Все Остальное Что Вы Будете Брать Ростик На Мой Гравед Революционер Зелот Раздать Как Раз Пачку Тройты Как я понял Есть полезные Самое прикольное Это то что Резервы Либо на 2 плюс Либо на 6 плюс Можешь решить Вход Либо себе Либо оппоненту На 2 плюс Водить Или на 6 плюс Независимо от Других Бонус Ну и там Тоже прикольно Типа 12 от тебя Убили отряд На 5 плюс Ты получаешь ВП Свой отряд Метки Хаос Которые Здесь Есть Они Отличаются Сильно От Меток Хесам Они Лучше Потому что Во-первых Позволяют Нет запрета Что с меткой Нурглой Нельзя Джонис С меткой Корнер Все могут Косел Спокойно И Например Метка Корнер Что она дает Рерол Ту вунд Первую фазу ХТХ Неплохо Особенно Учитывая Что там 50 моделей И они там Каждые по 3 атаки Вполне себе Метка Дзинча На мой взгляд Наверное Лучшая Она дает Снапшоты По баллистику 2 А были там С этим Демагогом Стоящим С меткой Дзинча Они будут Внезапно Самолета Сбивать на 5 Или там Ну короче Это бесконечное Количество Комбинаций Это просто Вы сами подумайте Что вам больше Нравится Метка При страстие Потому что Не давать метку Вам открывается Мародер Но не давать Нет смысла Потому что Во-первых Мародер И говно Во-вторых Метка Ему нужна Сильно Метка Корна Дает ему Один отряд Пластлоттеров В элиту Метка Нургла Ну тут надо сказать Что Те пацаны Которые мы До этого Смотрели Они сюда Просто так Не входят Они только Для демонов Или для ХСМ Зависим От печати На странице Метка Нургла Она позволяет Взять Блайт Дронов Которые Не особо Нужны Или Зомбаков Про зомбаков Потом расскажем Они такие Достаточно Суровые Суровее Чем у ХСМ Все-таки Слонеш Это Нойзы Или Дредноут Ну Соник Дредноут И Дзинч Самое прикольное 0.3 Спавнов В Трубсу Ренегатских Спавнов Спавны тут Прикольные Очень прикольные Дальше У нас В какой Идет Выбор Сайкера Самое полезное Что они дают Это конечно Варпчар Накастовать Какой-нибудь Синвиз Чтобы можно было Но Они сами Знают Только 3 Психосилки Ну Рандомные Первая Это Маленький Бласт с Хайваром На 12 Дюймов Ну Глупая Психосила Совершенно Вторая Это Заставить Один отряд Прага Стрелять Снапшотами И Понизить Инициативу До одного Но Это не работает На фирвисных Или на Не знаю Страха Ну Все равно Неплохо Третья Это Дать Отряду Флит И Кузейдер Своему Бластину Ну так Не особо Да Ну Это было бы Все Достойно Но Смотрим Правила Аура Взвич Пятый Вольт И нельзя Джониться Никому То есть По одной Модели Ходят Такие Пацаны Чего Чего Можно И Покастую А на Перилах Они Превращаются Сразу Помимо Перилов Ты превратился В Посезда С двумя Вундами С Филно Пэйном С Пятым ВС С Пятой Силой С кучей Атак Без Сайва Правда Но С рейдингом Даже Но На мой взгляд Не особо Такой Отряд Нужный Слишком Уфлатный Будут умирать Хилпоинты Только Приносить Инфорсеры Очень полезный Отряд В большие Пачки Их надо Брать Обязательно И Надо Докупать Наркоты За 10 очков Это Минимальное То Что надо Взять 100% Если Вы хотите Свою Отряд Сделать Таким Сильным Дает Рейдж То есть Вы один раз Заявили И на этом Чарже У вас Получился Рейдж То есть У вас Там Есть Мутанты Которые Теяда Чарядают Так Вы Дали Четыре Их Там 50 Моделей 200 Атак Хватит Любому У него Тоже Рандомный Ледак Но Он Всегда Плюс Один Ледак Получает И Отряду Средством Тоже И Умеет Расстреливать Своих Причем В отличие От Зверских И Гэшных Комиссаров Выбираем Мы Мародеры Они Там Только Ну Если Ваш Командир Открыл Но Они Какие-то Непонятные Как модели Интересные Сконвертики Но Так Что-то Непонятное Могут Брать Какие-то Себилки Ну В принципе Что это Какие-то Тираны Наемники Какие-то Такие Знаешь Которые Никогда Не Регруппятся Ну На самом Деле Обычные Пехотные Пацаны В 5 Плюс С Треть С Четвертым ВС Редко Вы их Видите Если Вообще Треть ВС Вот Спавны Как раз Чем Отличаются От Хасидских Не Могут Брать Никаких Апгрэдов И За Три Модели 55 Ачвов Так 90 Здесь 55 На Мелл Шторм Выполнять Миссии Их Нельзя Брать Просто Так Только Заметку Зинча У командира На Мелл Шторм У вас Будут Спавны Которые Бегают Там Сходят Все Подряд Дерутся В ХТХ За 55 Очков Отлично Так Они Крэмитиспе То же Самое Да Да У них Своя Таблица Нет Таблица Такая Да Все Такое Только Апгрейд Дисайплы Это Еще Со Старых Версий Кодекса Остались Такие Тираны Они Вообще Стали Намного Хуже Потеряли Инфильтру Потеряли Кучу Стволов На 5 Моделей Теперь Можно Брать Ну Как Обычным Парням На 10 Моделей Два Ствола Дополнительные Баллистика Четвертая Что Хорошо Но Они Вылит И Ничего Собо Не умеют Переводить Нам Давать Химерку Чтобы В ней Катался Кто-то Полезный Огреный 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 Не играет У ЭГЛ По 60 Очков То есть Это уже Так Знаешь В ХТХ Они Конечно Дают Всем Прикрыть Они Перестали Убивать Себя Своей Наркотой Как Раньше У них Рандомное Количество Атак Рейш Куча Всего Просто Смысл В чем Что Они Стоят 60 Очков И Из 60 Очков Получаете Такого По сути Спавна Который Делает Больше Атак Но Не Бегает Если Их Реально Сажать В Ландрейдер Спартан Ну Короче Делать Из них Лютый Боинг Но На мой Вгляд Особого Смысла Нет Вот Нургл И Можешь Дать 5 Фулно Пэнш Что В принципе Неплохо Трубса Вот В трубсе Тут Все Отлично Инфантри Платун Не Такой Как Уэг Нету Комбайн Схват То есть Там Все Ваши Пачки Будут Ходить По Одному Отряду Можно Брать Минимум 3 До 5 По 20 В Пачку Если Вы Не Брали Апгрейд Про Аля Ченков Короче С ним Можно Взять 30 В итоге 60 Моделей Минимум У вас Будет С этого Отряда Они Стоят По 30 Очков За 10 По 3 Что За 20 Что За 30 Что За 10 Все 10 Очков У них Будет 4 ВС БС Саева Нет Но Могут Брать 4 Короче На 5 Моделей Один Спешл Эпен Мелит Плазма Огнемет Гранатомет И На 20 Моделей Могут Дать Аж 2 Ласки Это Не те Культисты Которые Сидят На Точке И Ничего Не Делают Они Сколько Можно Брать То Есть За 30 Очков У тебя 10 Пацанов Плюс 2 Мельты Это Итого 50 Очков У тебя Отряд Из 10 Пацанов Еще Надо Быть Докупить Наверное БС Десяточку Пацанин Да Да Не Попадут То есть 60 Ну Как Б Такой На мой взгляд Сама Посмотрите 50 Очков Стоит Отряд Из 10 Культей Бер Всего За 60 У тебя 10 Культи Семя Мельты Ну Без Семя Главные Мельты Ну Да Есть В этом Смысл Но Мне кажется Роль Меняется По 20 И Давай Две Ласки Вот Сигин И Тренировка То есть У вас За 105 Очков Или 115 Будет Две Ласки С четвертым Пол С третьим БС Которые Не Убегают Плюс Таких Отрядов Можете Взять От Трех Депетит Много Просто Лазок Много Автопушек Можно Купить Ковенон Метку Хаос Любую Хорна Нургл ФНП Можно Снапшоты Как раз Баллистику Лежать Ими За Эгисом Все Время Иставлять Баллистику Чтобы Не Убегали Отряд Отличный Можно Найти Применение Кучу Главное Как вы хотите Использовать Он Будет Подстраиваться Абсолютно Под вас Мутанты Это Аналог Конскрипт Второй Он взял себе Метку Хаоса Метка Хаоса ФНП Я рассказывал Стоят они По 3 очка Но их можно Брать 50 В один Отряд То есть 50 Моделей За 150 За 170 Очков В итоге Плюс Как-нибудь Фирлис Раздаешь Или Инвиз Четвертый Инвуль Можно поставить Вперед Саркас Вторым армором Чтобы он На себя Принял Короче Мы все Это Видели Когда Играли Эгэшники Да То есть У них Там Толпа Если Ничего Сделать Не Можешь Ну Сына Хе 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 Им Это Понравится Ну Так Они Конечно Абсолютно Ватные ФС 2 БС 2 Но Толпой Они Кого угодно Запинают Ну Там 12 Или Еще С чем 100 Процент Плюс Среджом Они По 4 Атаки С Ролан Ту Хит С Ролан Ту Вун Этого Хватит Многим Думают Если Венгис Какой-то Наконец Вряд ли Что-то Будет То есть Тоже Неплохой Отряд Инфантре Ветераны Это Почему-то У них Четвертый ВС Видимо Это Такие Агрессивные Агрессивные Вечера Но Они Являются Топ Свой И Из интересного Могут Купить Дип Страйк Танк Хантера ФЧ И Скаут А БС Докупить Могут А БС Нет Слишком Ветераны То есть Их максимум Брать 10 моделей Они так стоят 5-35 очков Мне кажется Имеет смысл Брать Если вам нужна Химера Вот этих Ветеранов Докупать Дип Страйк За 50 очков Получается У вас будет Отряд Трубсы На нужной Вам точке Скорее всего Ну так Ничего особо Интересного Тоже Те же Оружия Нельзя Брать Ни три Мелета Ни три Просто Обычные Парни Зомбаки Этих Зомбаков Можно брать Опять же Только Заметку Нургла На командире Их можно брать Опять же До 50 моделей Стоят они По 3 очка ВС-2 БС-2 Все стандартно У них У них есть Фирлист И Филноупен 4 плюс То есть Четвертый Филноупен Вспомнить Про Дзенчицкую Психосилу Которая Проходишь Тест на Тафну Плюс Один Кфинопен Можно разогнать До второго Филноупен Но Особенно Это не нужно Потому что Они slow То есть Они вряд ли До кого-то дойдут Сидеть на домашней точке Они могут Но В принципе С этим Любой другой Отряд справится Это вот уже Типа Если вы хотите Себе Зомбаков Короче Не могу сказать Что они плохие Они просто Другие Немного И У них есть С правила Warplug Насколько я понял Если они там Бывают отрядов Итх Д3 Новых зомбаков Вы отряд Себе получаете Типа Они там Сприсают И будут Нести с ними Диди Кейзи Транспорт Химера Тут все то же самое Что у Иг Только Мы можем Садиться в нее Хавоками Облитераторами Хаосмарами Чознами Два Дрюки Дрюки В шестом Империал Армандии Было Шесть Дрюки Дрюки А Ну кстати Химера Она Стоит 55 очков К базе И со вторым Баллистиком Чуть в хуже Да Ну Что поделать Принегатский Дэвилдор Килкраунд Бэйнвульд Все то же самое Что у Иг Но Со вторым Баллистиком Можно докупать За 10 очков Третий Но у них Вроде все Шаблонами стрелять Поэтому не особо надо Вот Сентинели Насколько я Словно Ничего Да Сентинели Они за Три модели Всего 60 очков Ну Это так кажется Что они типа Дешевые На самом деле Смотришь на их Постоты Второй ВСБС Десятый Лоб Думаешь Как же мне Ими подграть Надо хотя бы Баллистик Поднять Милиша Тренинг 40 очков За тряг Уже 100 Если вы хотите Им какое-нибудь Оружие Кроме Мультилайзера Тут тоже Ну Цены конечно 5-10 очков В среднем Но все равно Стоит И Самое жесткое Это Сделать их Бронированными Сентинелями 80 очков То есть Сделать их Бронированными Стоит дороже Чем И обычных Сентинелях Но Все равно Отряд Неплохой Можно взять Просто Три Сентинеля С хэви Флэверами За бесплатно Правда Не фашенник До кого-то дойдут Но Модель Прикольная Да и так Ну нельзя сказать Что они прям Совсем Неиграбельные Можно докупить Им вот этот Хэви Армор И втроем Заходить В пачку Спаунов Например Вражеских Лик Украферов нет Ну Собак Стоять с ними Там Двенадцатого Мармора Ну Так они От Эгэшных Тоже Особенно Отличаются Саламандра Это Что-то Вообще Новое Ну Не новое Но Такое Неизведанное Ну да Это Яшная Какая-то Фигня За 45 Очков Третий Бэс Сразу Ну Такой Маленький Танк Можно Докупать Автопушки Бесплатно Ну Химера Пушка Какая-то Другая Ну Да Ну Никого Не возят Так себе На самом деле Машина Можно найти Этим Очкам Примерения Получше Вот Ару Слайтер На самом деле Интересная Машина Их можно Брать От Одной До Трех В слот Три Машины Можно В один Слот Фасты И они С десятым Броней Правда Три Хукпоинта Стрелять Из них Нельзя Но Они Флайер Транспорт То есть Быстрый Транспорт То Чего Не хватало Харисам Если вы Хотели Играть Лагами Чтобы они Быстрый Прилетали Чоузенами Вот Дипстрайк Вышли Отжарили Смель 55 очков Да 55 очков Рин летающего 13 моделей Сравниваем С Дитло Понимаем Что Не нужен Выбор Нюх В его пользу Там Куча Всяких Правил Что Снапшот Стреляет Но Оно Стрелять Не будет Она Будет Возить Ваш Отряд Тех Хавыков Например Взял 4 плазмы Или 4 огнемета Полетел Валькирия Застой 15 очков Валькирия Есть Валькирия Ничего Такого Особенного Нет И дальше Хэви Саппорт Отличный Слов Всегда Мне нравился Лемонрус Какой Хотите Все Игэшные Варианты Есть Все На 10 Очков Дешевле Потому что БС2 Проблема в том Что нет Паска Чтобы Читню Сделали 20 Стрел Но На мой взгляд Танки Не особо Есть Более Клевая Артиллерия Ну и Танки Тоже Неплохие Можно Играть И танками Верту Василиска Выбор Артиллерия Это Василиска Медуза На мой взгляд Они Не особо Клевые Сейчас Василиска С третьим АП А Медуза Маленький Блаз Так что Здесь Выбор Не Лучше Уж танк Вернигат Стрелек Батарей Это Просто Наверное Самое Шикарное В этом Кодексе Это В один Слот Можно брать От одной До пяти Виверн И Грифон Можно брать Хоть 4 Виверна Одного Грифона Короче Как хотите Комбинируй Стоят они На 10 очков Дешевле Со спаренными Саблонами Можно даже Не докупать Им Этого Грифона Берете Отлично В Союз Заход К ХСМ Три Вверна Драконы Не нужны Лучший аппарат Виверн Грифон Тоже Шикарный 35 очков Как ринг Большой бласть Сила 6 АП4 Среролл На тухе Такие Точно Надо брать Хотя бы Один отряд Гидра Понятно? Ренегат Бомбард Батарин Какие-то Колоссусы Большой бласт Финнорм Ковра Но Третье АП В принципе Неплохое Стоит просто 145 очков Наверное Нет Наверное 12 броня Не будет Особо Жить В общем Куча артиллерии На самом деле Гэшный Такой Обычный Классический Саппорт Скват Это Три ХВТ Шки За 25 очков Тоже Отличный Выбор У них Правда Второй Баллистик Но Это Лечится Теми же Десятью Очками За весь Отряд Можно Взять Д6 Можно Взять Влаз Короче Отряд Отличный Ватный Правда Но Можно Взять Тот же Метку Метку Дзинча И Лежать За Эгисом Пятым Баллистиком Всегда Стрелять Можно Взять Им Можно Взять Им Ропрос Чтобы Стрелять По Самолетам Докупить Им Еще Третий Баллистик Ну Короче Лучше Хавлоков На мой Взгляд Потому Что Стоит Дешевле Больше Баллистик Правда Неплохой Рапир Лазер Дестрой Это Такая Фигня Один Выстрел Лаской Сарданцем Кому Не Особо Интересно Ну По 20 очков Кстати Довольно Неплохой Ну Последний Выбор Хэви Саппорта В книге Это Артиллерийский Батарей По 30 очков За модель И На выбор Либо Большой Бласт Шестой Силой АП4 Либо Пять Маленьких Пятой Силой Оу Четыре Маленьких Пятой Силой Ну По сути Какая Альтернатива Вот этим Вивернам И Грифонам Возможно Даже Более Живучая За счет Того Куча Плюшников Будет стоять Спереди Защищать Так А Это Вот эти Пошли Да Чуваки Ну Это Тоже Большие Модели От 4G Всякие Там Танчики Которые Тоже Безапонятны Как бы У них Особого Лица Нет Какие-то Модели Которые Ты раз В жизни Где-нибудь Увидишь И это Уже Будет Круто Потому Что Реально Ну Кроме Бэйнблейда Ну Какой-то Ну Их Немного Да Вот Как раз Бэйнблей Прям В кодексе Какие-то Спецспособности У нас Специально Для него Там Икона Которая Что дает Зиалота Зиалота Плохо То есть Обычно Это фигня Там Просто Таи стреляет А этот Еще Хаба Там Нашим Пацанам Дал Зиалот Зиалот Плохо Что Большие Танки Они Большие Танки Только Это Видите Испаганивая У нас есть Аппеникс Легасис Офруль Офруль Это как Ветеранство Для техники Ну да Типа Значит Этот танк Не просто Танк Какой-то А вот Он там На компании Там Что-то Делал И вот Не знаю Первая война Зармакедон Все Перечисленные Известные Мэйлшторм Вракс Бадаб Все Что угодно Что это Дает Это За какие-то Дополнительные Очки Можно Дать Техники Кефир И какой-нибудь Еще Полезный Или не очень Бонус Мне понравился Аутфланг Например Можно дать За 25 очков Любое Там Волкеру Там Даже Супер Хэви Саутфланг За 50 очков За флакер Только демонам Нельзя Это давать То есть Скорпион Да Это только Для хаоситов Вот И тыл Ну да Можно дать Можно дать Рероллы Любого количества Ну не любого Вернее Сколько Хулпойнтов Техники Столько Можно Кубов Психитесте Прироллить Если ты Малейфик Кастуешь Правильно Да Малейфик Демонуешь То есть Вызывать Проще Рядом С этой Не надо Иметь Даже Этого Самого Спилфамилья Можно 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 Получать Д3 И Три Пойнта В конце Игры Если Танк Вышел Да Тоже Прячешь Там Кого Нибудь Ну там Вот всякие Preferred Enemy Space Marines Preferred Enemy Orcs Дальше Езжу На Таране Там В общем Глупости Тоже Не Ну есть Типа Раздать Film of Pain Моделям Со знаменем Корна Да Да Вот кстати Со знаменем Прикольно Film of Pain Корна Есть Getshot Rending В HTH Вообще Отлично Тут С ледоками Какой-то Бред Ну да Что-то С ледоками Ну в общем Забавные Штуки Денег Много Брать Можно Такая Интересная Формулировка На каждую Тысячу Очков Как я понимаю В армии Не техника Даже На тысячу Стоит Вот Как это Ну Технически Выглядит Я не очень Понимаю Типа А Ну наверное На две тысячи Играешь Можешь две взять На тысячу Семьсот Только Одну Как-то Так Вот После этого Ну да Тоже Странно Значит Есть Апендикс С Фешл Рулами Есть Апендикс С Оружием Но Есть Некоторые Пушки Не найти Например Этот самый Гонемет 6.3 Я здесь Нашел Вот Я все Пролистал И Плазм Не строю То есть Есть оружие Ты И не написано Где его искать В каком Кодексе Например Мы еще Более Понимаем В каком Кодексе Выскать А Человек Который Играет Только За ХСМ Такой Смотрит Гонемет Какой Гонемет Вот И Еще Это не Конец Как бы В конце Пристроились Пристроились Как можно сказать Ты можешь Чем Проверить Ну Я знаю Что Харнаски Он Вообще Лицо Бьет Жестко У него Там Третий Инвуль Ну Как бы Они Жесткие Нарезаторы Цены Тоже 888 И 200 А 200 Это За Демон Принца За 888 Урака Леварфин Вот За Роккенель Тоже Клевая Она Там Ожирается По-моему 666 Кстати Типа Число 666 Это У Тех Серых Рыцарей Как Ни Странно Как Священный Да Есть Отродие Да Вот Гигантская Отродие За 80 Тачей Тафна Шестая Уже Устроенная Не Бист Т6 Плюс Два Атак Не Бист Четвертый Сейф Есть Это Монстр Монстр Крич Ну Он Только Один Ходит Дюнитка Позицина One Giant Chaos Панк Монстр Да Ну У него Мутейшн Прикольные Фил Но Пэй 2 Плюс Фэндхара Ну Если Он Дойдет Дхэндх То Будет Неплохо А В Хэви Саппорт Занимает Так что Это Вообще Только Без фока Если Играть Вот Это Идарь Пошла Реклама Вот Такая Вот Книга Давай Подведем Итоги Что Мы Можем Сказать Во-первых Ну Хорошо Что Она Есть Без Всяких Вообще Вариантов Разнообразие Нужно Да Вот Надоело Вам Играть Там Модель Которые У вас Есть Вы Берете Эту Книжку И добавляете В свою Армию Что Хотите Очень Хорошая Книга Для Всяких Комбаний Для Апокалипсиса Тут Куча Вкусноты Всякой Красивой Техник Красивых Моделей И Для Них Теперь Есть Правила Для Нас Спокойно Можем Использовать Как Именно Для Турнирной В первую очередь Сикаран Сикаран Потом Вот этот Инферном Презатор Тоже Неплохой Артиллерия Пехотная ХСМская Отличная Ну Еще Много Таких Неплохих Отрядов Которые В принципе Можно взять Нельзя Так Вот Сказать Что Они Точно Берите Играйте Но Они Достойны Хилблейд Тоже Отличный Я хочу Подтест Реально Найду Модели Буду Играть Причем У нас Следующая Великую Именно На планете Механикум У меня Там Торгут Способ В курсе Техники И всякой А если Ну Фанов Конечно Тоже Много Таких Моделей Ну Например Тот же Дециматор Да Еще Может Только Воскресе Я тут Склеил И потещу Покажу Будет Про Дециматора Отдельный Видос Увидите Вот Что Ну Если Смотреть Ренегатов То В Союз К ХСМ Прекрасно Их Надо Именно В Союз Лучше Брать Да Надо Какая-то Покурить Это Дело Какой-то Конкретной Расписки Мы сейчас Не можем Ну Точно Надо Брать Виверны С Грифонами Точно Брать Кучу Пехоты Точно Брать Вот Эти Всякие Там Метки Хаос Выглядит Реально Интересно Вкусно И Опять же Напоминаем Что Это Наши Баттлбрайверы Что Это Такая Реально Получается Синергия Клевая Но Надо Смотреть Как Чего Куда Выплыть И Вот Так Если Сравнивать С тем Что Было Раньше То Ну Не знаю Кодекс ХСМ3.5 И С лэшом Который Был В общем Офигенная Книга Для Всех Хаситов Я считаю Мастхэв Срочно Заказывать 4G Несмотря На то Что Это Бешеное Количество Денег Тяжелое И сама Она стоит И курс Теперь клевый И доставка Немец Тоже Тебя Бошла С ним Просто Не умели Доставка Там Склад Не оправдается Ага Вот Что Надо Через тебя Заказывать Пацаны Кидайте Мне Вопросики О ВКонтакте Наведом Вот Так что Я себе тоже Срочно Заказываю Мне очень нравится Но Модели Конечно Тоже Искать Все Это Все Новые Модели Всего Этого Так что Куча Работы Нам Пристанет Если Конечно Его Будут Допускать Я Надеюсь Бо Рай Мере В Тридевятом У меня Я Спокойно На полторашка Нет Супер Хэви Но Тем не менее Империал Армор Да Легко Тридевят Мэт Йор Да Субтитры создавал DimaTorzok